Мое новое жилище в 11 километрах от городка Мари-Поса, где всего лишь 2000 населения. Здесь очень мало кауксерферов, может максимум человек 10. Человек по имени Рекс, которого сейчас нет, ему 56 лет, он вписывает. Но в основном у него люди, которые по work away. Например, сейчас я встретила тут парня из Израиля. Вот он слева медитирует. У них имеются курицы и больше никаких животных нет. Work away заключается в том, что они тут что-то строят. Это туалет на улице. Но душ нормальный. Еще они фриганы, этот Рекс. Поэтому у них много всяких фруктов, овощей бесплатных. В общем, Димас Пис вместо. Еще у человека в буквальном смысле время здесь и сейчас. Тут написано, что часы это самый опасный наркотик. И у него нет часов. Сказал, что он ложится закатом, встает с рассветом. Это мой попутчик на Люссемити. Это человек, с которым мы живем вместе в одном доме по имени Яу. Вот для него это первый автостоп. И почему бы и нет, я решила. И, кстати, мы с ним не ждали долго. Минут 20. Учитывая то, что машин сейчас очень мало. Сейчас только по 8. Какой час ты уже провел здесь? О, я просто пришел здесь сегодня. А, с кем? Я пришел сюда, куда и мы, потому что у него плана нет. Вид со смотровой площадки Glacier Point ехать до сюда примерно час от въезда в парк. И нам очень повезло, что мужик, который нам застопился, решил прокатиться до сюда. И он не пожалел, потому что вид здесь потрясающий. И так вот мы спустились с Glacier Point, вот с той горы. Примерно 7,3 километра, и у нас заняло это час 40 минут. Но мы еще там останавливались, по-быстрим кому сфотографироваться. Нам застопилась семья из Израиля. Это нам застопилась 1 час 40 минут. Мы быстрее. Да, это 7,5 километра. Впервые, кстати, в нас парках я вижу такие штуки. Домики, палатки. Не знаю, сколько они стоят. Но думаю, что минимум 50 баксов. Мы дошли до Вернер-Поллс. Заняло у нас 40 минут с короткими передвижками. Примерно 2,5 километра. Еще осталось 2 до конца тропы водопадов. Ну, в принципе, тропа тоже цивильная, так что ничего сложного нет. Там вдали, похоже, Невада-Поллс. Мы сюда тоже идем. Последние 500 метров наверх. Как раз будем проходить на травы площадки на Невада-Поллс. И потом тропа будет идти все время вниз, обратно. Мы дошли чуть больше, чем за 2 часа до разворотной точки возле Невада-Поллс на месте трейл. И мы пару раз сбивались с тропы, поэтому у нас заняло еще какое-то время найти ее обратно. Хотя она, в принципе, хорошо просматривается. Ну и плюс мы еще останавливались много на фотографии. Так что, если просто идти, то, я думаю, можно максимум полтора часа пройти. Вот. И только что мы встретили пару, которая возвращалась сейчас с Хал в дом, горы. Отсюда это 7 километров. В общем, они начали с низа долины, с деревни, где мы начинали этот трек тоже. Они начали в 8 утра. И только сейчас они идут обратно. Сейчас в 6 вечера. Они говорили, что они бронировали пермит 3 месяца назад, но у них там что-то не прошло. Поэтому они просто приехали сюда. И иногда люди отказываются от своих этих пермитов. Поэтому они их дают людям, которые здесь уже. Так что, если идти рано утром, то, возможно, ты получишь пермит. Но это надо идти часов в 5 утра. Поэтому мы не стали заморачиваться. Мы туда, в принципе, не собираемся, на этот хал в дом. Скорее всего, вот эта гора, самая дальняя и высокая, это и есть хал в дом. Потому что, судя по карте, это как раз то направление и по расстоянию примерно одинаково. А так, тропа уходит вон туда. Тут мы приныкивали своих мотки, ненужные для похода. Потом сначала не могли пару минут найти, думали, что их украли. Потом на швейцах хорошо приныкали, что сами не смогли найти. Снова утром. Мы встали в 6 утра и уже выдвинулись на следующую тропу к верхним водопадам Юсемити. Сначала надо пройти 4,4 километра с подъемом 860 метров. Потом еще 500 метров до водопадов. И потом мы продолжим идти на Игл Пик. Еще 4,4 километра. Но там уже будет не такой крутой подъем. Мы прошли за полчаса 1,7 километров по этой тропе. И вот так она выглядит. Зигзагообразная. Ну вот я и нахожусь на смотровой площадке верхних водопадов Юсемити. Путь до перекрестка, где кончается вся жесть, заняло у меня ровно 2 часа. Еще 10 минут, чтобы дойти до сюда. Но это того стоило, да. Но после этого у меня болела голова немного. Потому что я старалась идти как можно быстрее, чтобы скорее эта жесть кончилась. Кстати, этот водопад не всегда есть. Наверное, осенью, по-моему, ближе к семье его вроде как нет. Мы прошли вот так вот. Сейчас даже не верится. Здесь 160 метров подъем. Я дошла до Eagle Peak примерно за час и 10 минут. Это 4,5 километра с набором высоты. 350 метров. Высота этого пика где-то 2,300. И отсюда открывается вид на всю долину. Замечательный вид, я вам скажу. И это того стоило, чтобы пройти сюда. Трек несложный по сравнению с тем, который мы шли от начала долины до водопадов, когда ты все время фигачишь наверх. Так что это было вообще на ези. И отсюда можно видеть ту самую знаменитую гору Half Doom, на которую нужно бронировать пермит за пару месяцев. А это Glacier Point. Оттуда мы начинали трип по Юсемити. Мой китайский товарищ Яо сказал, что он чувствует слабость, поэтому он со мной сюда не пошел. Мы с ним встретимся возле водопадов и будем спускаться вниз. Осталось только посмотреть нижний водопад Юсемити, водопад Брайдлсвейл и все. И можно ехать в Морибосу. И сейчас времени только полвторого. А мы начали в восемь. Вот так что. И, кстати, на Eagle Peak я видела только буквально 2-3 группы народов, идущих по тропе. Не знаю, почему люди сюда не ходят. Наверное, очень ленятся. Хотя, блин, я не знаю, если ты здесь, то надо обойти максимально все эти возможные точки. Потому что здесь офигенные виды. Так выглядит тропа. Иногда встречаются, скорее всего, медвежьи какашки. Поэтому, так как я тут шла одна, поэтому мне было немного страшновато. Мало ли, какой-нибудь гризли из-за кустов набросятся и привет. Но, судя по тому, что тут нет никаких знаков, поэтому здесь безопасно, я думаю. Такие классные тут большие деревья. Прям как сказочный лес. В общем, путь с Eagle Peak до перекрестка. Дорог у меня занял 50 минут. Получается 2 часа туда и обратно. Это 9 километров. И сейчас мы будем спускаться опять в долину. Сейчас, когда солнце уже не так высоко, то вид намного лучше. Все прям четко, так HD. И сейчас такая красивая радуза. Низу водопада. Но это еще не самый низ. Это в долине. Еще 2,7 километров мы будем спускаться. Итак, сейчас 4.30. Я начала свои походы в 8 утра. Прошла 18,5 километров. Поднималась до туда, до самого верха. Потом туда еще на Eagle Peak и обратно. Дорога. Спуститься от водопада вниз заняла у меня полтора часа. Но я шла намного быстрее, чем большинство людей. В парке нам застопились друзья. Короче, парень из Нью-Джерси, он из каучсорфинга. Это его знакомые по учебе. Они тоже ездили по Юсемити. Мы с ними посетили водопад Bridal's Vale. И они даже решили изменить свой маршрут. Проехать через Мари-Косу. Хотя они едут в Офрест. Потому что они хорошие люди. Вечером у нас тут атмосферненько. Я даже надежалась на денежку после своих тяжелых походов в Юсемити. Хозяин Рекс уже пошел спать. А мы тут сидим с чуваками, релаксуем. Хиппи-темпо. Девочка из Чехии и парень из Израиля. Тот самый человек Рекс, который на каучсорфинге и на Workaway. И я оставалась у него на три дня. Сегодня я сделала картофельное, как кабачковое оладье. Привет! Привет! Да, вот она. Это девочка, которая меня немного понимает. Здравствуйте! Братишка из Израиля. Здравствуйте! Братишка? Братишка. Один, два, девочка из Израиля. Испанец, ииванец. Девочка? Девочка, да? Мы с ним не чувствуем. Да, и у Рекса был парень из Питера. Один, два, бабочка. Четыре, шесть, восемь. You know, you count like one, three, four, six, eight. That's the way I live life. That's my style. You get the idea. Да. И называется все это дело Hippie Temple. Вот так вот, ребята. Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста.